Жалко, здесь ВКонтакте не видно, как это будет по-настоящему потом. Все, он в эфире. Вот, вижу, вижу нас. Здравствуйте, дорогие друзья, все интересующиеся восточными танцами. Сегодня у нас спецэфир с Даниилой. Мы назвали наше шоу «Баллади ток-шоу», но сегодня это «Бельди ток-шоу». Почему это так? Потому что я вернулась из Марокко и хотела бы с вами поделиться тем, что я там видела, какие сделала выводы, какие открытия. Вот, попросила об этом в эфире меня, дорогая Даниила. Да-да-да, мы очень сильно ждем, потому что так интересно узнать, как же там все было. Я не могла дождаться целую неделю, на самом деле, чтобы ты рассказала. Я знала, что ты поедешь, ты же мне сказала заранее. Я думала, давай-давай, сначала расскажем. Ты сказала, ну нет-нет. Вот, ну и правильно, на самом деле. Вот сейчас съездила, и я надеюсь, что у тебя есть, что нам рассказать, потому что, ну, очень интересно. Особенно про характер вот этих марокканцев, вот. Как это все отражается в танце, в общем, какой у них характер. Ну, потому что самое интересное – это характер. Потому что, когда мы начинаем изучать любые танцы, самое интересное – это то, чем люди живут, да. Вообще, в принципе, в быту. Совершенно. Будет известно, какие у них будут танцы. Поэтому, Танечка, очень-очень ждем, что там сегодня. Очень интересненько расскажешь. Так, это руки покажу, такая вся, да. Хорошо так и быть. Это еще не сошло, да? Да, еще не сошло. Это такой рисунок Хенны, получается, ну, когда пальцы немножко так нарисованы. Ну, тут тоже разные знаки. И, ну, это уже здесь нетрадиционно. Ну, вот пальцы традиционно – это для сахарской культуры. Хенна такая традиционная. Просто мы собирались на свадьбу, нам повезло в последнюю ночь. Вот. И нам представительница старшего поколения, которая была рождена, получается, она в 45-м году, и она еще воспитывала их племени в Сахаре. Класс. Что является очень ценным материалом, потому что эти люди уже, вот, например, в России, если взять, или в других наших странах, близлежащих, то этих людей уже, наверное, не найти. Вот поскольку ты исследованиями занимаешься, ты, наверное, это подтвердишь. Ну да, последние года, что можно найти, я думаю, там, 29-й, вот, ну, по крайней мере, какую я бабулю нашла по своему исследованию, да, это 29-й год, 30-й, вот, ну, старших старожилов найти очень сложно. Да, да, и самое главное, что еще, например, в Марокко, до модернизации Марокко, которая, там, в 90-е прошла, очень мощная достаточно, в 2000-е годы, то есть до тех пор еще люди имели возможность жить в пустыне, поскольку у нас уже даже, если ты рожден в 30-м году, то ты уже на деревне помнишь, да, но уже была советская власть, мне кажется, вот, которая наложила очень много изменений на время. А там, получается, вот этот кусочек, пока они не переехали в город, он еще остался. Сейчас-то в Сахаре, получается, люди, вот, по рассказам девушек, которые там живут, до сих пор строят эти хеймы, это палатка традиционная, и, например, если у них какой-то праздник, то они все дуют в пустыню, там устанавливают эту хейму, там и сидят, да, предаются, так сказать, старине, можно сказать, своим традициям. То есть это традиционно для них еще. А если вот копнуть нашу культуру уже традиционного, ну, я вообще не знаю, что, я только помню из традиций, что когда мы жили в Твери, это 82-й год, 85-й, я видела только масленицу, как лезли на стол. Вот это все, что я могу вспомнить из традиций, мужики там лезли за каким-то призом. Да, вот, ну... Конечно, сохранить традиции гораздо проще, потому что там просто пустыня, и у них ничего нет. То есть это настолько интересно, как бы это и низ, и верх, и как-то сливается все в едино. То есть, ну, по моему ощущению, что пустыня, вообще пустыня — это моя мечта давнешняя, я мечтаю просто попасть в пустыню, но так, чтобы там либо в монастырь рядом был какой-то, да, ну, просто с бедуинами где-то оставаться, но это чтобы было не меньше двух недель, не меньше, а то лучше три, потому что непонятно. Я знаю, что ты не успеешь почувствовать, но понять энергетически, как это все бывает. При монастыре желательно, потому что все равно в Египте есть, например, пустыня, да, при монастыре там ты увидишь все то же самое, тех же бедуинов, плюс еще энергетика особенная, да? Да, да, да. Надеюсь, когда-нибудь она осуществится, потому что небо и земля, и опять же низ и верх, и первые чакры, и последние, в общем, ну, все, все сливается. Да, там есть все, и вот мы с моим психологом беседовали, а она не простой психолог, чем она меня очень привлекла, она сама пишет сказки, и исследует, ну, она по юнгу работает, и поэтому она исследует архетипы. И пишет сама сказки, может, о тебе сказку написать, допустим, как ей показалось. Вот это мне очень интересно, что человек с традицией работает. И она говорит, это уникальный шанс побеседовать с человеком из племени. И она говорит, что от меня, вот если так рассуждать, чувствительный человек, то веет пустыней. Вот она говорит сразу, вот вы рассказываете, именно пустыня ассоциируется, меня тоже пустыня влечёт, неизвестно чем. Своей простотой. Да, простотой. И для меня самое главное, что как они выжили, сохранились в такой скудной атмосфере, можно сказать. Я всегда думаю, наверное, у них такая глубочайшая какая-то мудрость есть, чтобы в таких жестоких условиях выжить. Мне почему-то это кажется таким истинным, очищенным от всего. Может быть, это моя фантазия, такой символизм получается. Но в последние годы я очень настойчиво обратилась к старине. Почему-то я всегда от этого как-то бегала. Не знаю почему. Что, мол, наверное, современная жизнь решит все наши проблемы, все наши вопросы. психотерапия, схемотерапия всё же сейчас есть для того, чтобы быть счастливым. А почему-то несчастных людей всё больше и больше. Не знаю, счастливые люди, они живут в простоте. Вот, например, переезжаешь ты в деревню, и ты будешь прям вообще счастлив. Ну, как мне. Мне кажется, что земля, оно и есть вот это счастье. Когда ты на земле находишься, ну, в природе, я имею в виду. Не то, что там в деревне, картошку растить, да? Хотя ты должен быть с землёй рядом. То есть твой дом, земля, то есть ты тогда в жизни находишься. Всё, что в городе, это вообще не жизнь. То есть город, он высасывается. Энергетически. Здесь с лунгом, вот это постоянно какое-то движение, что-то какое-то вот это всё, провода, не знаю, вот эти волны, которые прям фибрами, не знаю, как ты, я эти волны чувствую. Мне плохо вообще в городе. Когда я выезжаю на любой остров или уезжаю в любую деревню, я там вообще кайфую. То есть ты настолько... Ты живёшь, вот там ты живёшь на настоящем. То есть ты чувствуешь жизнь. Псички поля. Только сегодня рассуждали, поскольку у меня тут поля кругом, рассуждали, боже, не дай бог в городе жить, а как здесь хорошо, рядом с лесом, вот, и всё такое. И молодой финн, вчера тут день деревни какой-то был, и молодой финн говорит, вот я там учусь в Тампоры, но, говорит, живу в этом районе, это каменные джунгли, я пользуюсь любой возможностью себе в деревню обратно уехать. Молодой, да, современный финн. Вот, есть такая фишка, кто вот вкусил, у кого есть эта возможность. И так же и в пустыне. Я имела возможность, поскольку я жила в семье, а не в гостинице, не в Мариотте. Самое крутое. Да, самое крутое, что меня пригласили именно в семью. Я испытала там много того, чего не было у меня в жизни. И у меня была возможность наблюдать за каждодневной, почасовой жизнью этой самой представительницы племени Хасани, та, которая была рождена именно в пустыне. И этот человек, которому 77 лет, мы посчитали. Это мужчина, который на фото? Нет, это женщина. Это женщина. Я потом фото её выложу, конечно. Это женщина. И вот она носит так называемую мельхву. Это традиционная одежда женщин в пустыне, именно Хасани сахравой. Хасани — это диалект арабского языка, тоже один из диалектов. И также это культура, это народ, название народа. Вот она представительница именно этого народа. Поэтому она живёт в соответствии с традицией. Вот она, я не знаю, как это ей удаётся, родив 13 детей. Вот. Класс. Восемь из них. В корове должно быть, чтобы 13 детей на рожать. Я не знаю, в пустыне родить. Восемь из них, рожденных в пустыне были. Нет, какие восемь? Десять. А три в госпитале уже. Я спросила, а где было лучше рожать? Она говорит, в пустыне ясен пень. Я говорю, а почему? Потому что в пустыне есть уважение к женщине. Тебя не распинают, руками не лезут никуда, прикрывают и не смотрят вообще, что ты делаешь. То есть эта культура, она пронизана глубоким таким уважением к человеку. Татьяна, расскажи изначально, куда ты поехала? Мне просто непонятно, я не могу сориентироваться. Да. Куда ты поехала? Где ты жила? Какой-то был район, где это что-то? Это же большая страна. Где была? Правильно. Совершенно верно. Значит, моя учитель, наставник, ментор и подруга Захара, она проживает в Финляндии тоже. Я с ней познакомилась несколько лет назад в финском лесу, получается. Мы лисички вместе собирали на какой-то был, ну не фестиваль, а какой-то была сходка у нас на даче. Вот приезжала Ясмина из Каира, кстати, туда. Вот мы у неё брали сессию и вот вместе все там тусовались. И вот там я первый раз увидела, ну и как-то такая энергичная, ну опять же марокканка, то есть носитель. Это не кто-то там англичанка или русская, приехавшая в Каир там и что-то. Нет, это именно носитель, ещё и танцовщица. Вот. И так как-то я потихоньку узнала, что она с юга там и всё такое и напросилась к ней на уроке. Сначала она как-то так не поверила, вот я припёрлась как бы к ней. Вот. И взяла уроки, всё под запись. Наверное, это 2016-2017 год был. И потихоньку вот такое доверие стало расти. Потом я её пригласила в Петрозаводск. Было очень хороший фестиваль, просто супер. Куда я хотела попасть, но что-то я стормозила, блин, я до сих пор жалею. Вот слушай, да, тут, да, потому что уникально была эта последняя фестиваль. Ну как уникально, это такое слово большое, но на самом деле очень хорошо было. И так вот постепенно как-то мы сблизились, потому что человек увидел, что именно традиция интересует, поскольку за 30 лет традиции мало кого интересовали её деятельности в Европе. потому что форны это стили очень такие непонятные. И плюс ещё, ну где их танцевать, все же привыкли к египетскому стилю. Вот. Ну и поскольку у меня пытливый ум, и я злопамятная, я всё записываю, то у меня вот книжка есть там, допустим, вот у меня книжка, вот тут всё про Марокко пишется. Кто где что только сказал, всё же заносится в анал истории. Вот. Запись сразу же. И Захара, конечно, обалдевший был от такой настойчивости, что вот, а вы тут сказали в прошлый раз, что то-то, то-то. Ну вот. И, конечно, мы всё время говорили, что хорошо бы попасть в Марокко вместе. Но тут была пандемия, понятное дело. А сейчас открылось такое окошко небольшое. Почему я не говорила об этом? Что дай Бог, чтобы случилось. Потому что мы как раз попали и несколько дней отменили ПРЦ паспорта, знаете, не паспорта, а прививки, как это называется, значит, вакцинация-то у меня есть, тест на границе. Потому что это очень сильно всё ухудшает, как бы между городами путешествия. В Марокко очень жёсткая была обстановка, там король всё запретил. И поэтому мне много рассказывали истории, что, например, Хасани с Ахрави, они очень трудно это приняли, и народ окончательно там обнищал, были самоубийства из-за этого и так далее. То есть серьёзная штука на самом деле. Ну вот. И, значит, мы поехали. Я не рекламировала, потому что думаю, дай Бог, что всё это случится, потому что программа была плотная. И Захара родом из Агадира, её семья там живёт. Ну, не из Агадира, а из Айтеймана. Ну, это примерно 50 километров от Агадира. Там их племя стояло, получается. Я просто хочу сейчас карту себе набрать, посмотрите. Посмотрим. Да, да, Агадир — это вот прямо такое южное направление получается уже. То есть Маракия, а потом Агадир. От моря. На юге. Нет, недалеко, до моря 20 минут ехать. Это на побережье, в общем-то, город. Агадир, всё. Агадир, да. Ты поехал туда. Вот туда. Там у них, получается, квартиры, так сказать, база, база у них там сейчас. Вот. И у нас была очень плотная программа. Во-первых, ну, семья, понятно, становиться в семье, а во-вторых, было три очень важных дела. Первое было посетить танцовщицу, одну из самых, ну, знаменитых и старших вообще, которая перенимала традицию, очень известная танцовщица. Это Гедра или Гуэдра. Попала? Попала, да. Захара в последнюю минуту нашла её контакт, потому что они 10 лет не виделись. Это в Гулиминии было. Они знакомы, да? А? Захара и вот эта Гуэдра, они знакомы? Да, да, да. Они раньше, так сказать, дружили семьями. Вот. Значит, к ней. Потом ещё нам это, потом её зовут Мбарка, эту танцовщицу. И потом Мбарка говорит, а мы пригласим нашего старого товарища, Хаджа. Хаджа. Эль-Хаджа. Я думаю, Эль-Хадж – это его имя. Представляешь? Нет. Эль-Хадж – это то же самое, что Хадга в Египте. Да, да, да. Ну, конечно, ваш мужчина. Кто-то я не знала, да? Нет, смотри, у них именно Ж, они как говорят, Г мы не говорим, мы не египтяне. То есть у них так это как бы. Ну, да, да, да. Немножко другой. Не сленка, а акцент. Да, у них говорят, у нас ближе к классическому арабскому, хотя какая там Дарижа ближе к классическому арабскому, но Г они не переносят. Вот. И Захара говорила, что когда египтяне и другие говорят про марокканцев, то они всё время такое слово, ну, если я правильно сейчас произвожу, типа «бзеф», типа «много-много чересчур». Это типа «бзеф-бзеф» – это вы марокканцы. Вот так вот пренебрежительно, как бы, что может быть, это слишком, это их натура, как бы марокканская, да, такая. Вот. Это первая была. То есть «хадж», «хадж» – это человек, который был в Мекке. И в Мекке считается «хадж», «эль-хадж» можно называть человека либо из уважения, ну, старого, пожилого, либо если того, кто действительно был в Мекке, но в Мекке, чтобы называться «хаджем», надо быть месяц. Вот. А если ты хочешь как-то богатый человек или ещё что-то, побыть в Мекке немножко, то ты этого имени не достойный. То есть это тогда просто увлекательное путешествие, вот, не более того. Вот такие, такие вот нема. Обязательно то же самое. Ну, вот, вот. Поэтому у него имя «Мохаммед», вот, ну, «хадж», как бы хорошо. А если, например, к «мараканке» ты хочешь обратиться, я проспрашивала их, как бы, ну, у нас такого нет, ну, госпожа, типа, госпожа, когда привлекаешь внимание, это «ляля». Как «ляля», «ляля». Ну. И я сама слышала, типа «ляля», «ляля», типа «госпожа», «госпожа». Ну, там тоже есть система очень серьёзная, как обращаться надо. И я такая думаю, а в русском языке у нас только «эй, ты там» или «женщина» или «мужчина». Нет, по-моему, в Египте тоже не называют женщину по имени на улице. То есть они могут сделать там, например, или как-нибудь. Но если они тебя вообще не уважают никак, они будут тебе кричать «Наташа». Ну, то есть, как бы, это даже оскорбительно может быть. Вот. А если ты и женщина, они могут сказать об этом, в лучшем случае, или сказать там «мать такого-то сына», или «мать такого-то такого-то», да. А вот здесь «ляля», и там ещё разные градации есть. То есть арабский язык в этом смысле — уважительный язык. В каком-то языке это потерялось уже давным-давно, а в этом осталось, поэтому всё так, например. А вот не знаю, а в Египте, получается, как женщины друг друга приветствуют, и мужчины тоже, если женщину приветствуют, то как? Не знаю, мне кажется, зависит от того, с кем общаются, насколько близкий человек. Насколько я помню, что меня тоже, даже тот же Рефа, он тоже Юля называет не всегда, не в любой ситуации. То есть если мы с ним вдвоём вместе, Юля-Юля, если самих рядом, Юля-Юля, но если свои казахи не знаю, а если какие-то чужие люди, он никогда меня не называет, пойми. Даже которых я знаю, а он, может быть, их не знает, то есть нет. Тогда он скажет там «мама Амира». Ну вот, да, это ещё артистическая среда, да, а вот как они… Ну это только опыт ты можешь этот взять, если ты в семье проживал там с ними в обычной жизни, то вот, значит, входишь в эту комнату, там сидят люди, никаких стульев там нет близко, боже, как это хорошо для спины сидеть на полу. Или на этих лежанках, даже не знаю, как они называются, вот эти диванчики, да. Вот в этом доме реально были только такие диваны, всё, на них все спали, ели, всё делали. И спина вообще замечательно себя чувствует, потому что ноги всё время это задраны куда-нибудь. Вот, значит, заходишь ты, и ты должен их приветствовать справа. Не дай бог ты слева зайдёшь. А почему? Правая рука, вот правая рука. Ну это да, у них это нечистая рука. А у нас в церкви, наоборот, женщины слева. Мужики справа. То есть непонятно, почему у них именно левая грязная рука. Ну, в общем, не будем. Ну, раз, лучше расскажи, ты мне быстрее расскажи, как ты туда приехала и что там было. А то мы с тобой уже пошли не в ту степь. Это всё очень интересно. И отлично к нашему разговору. Всякие детали. Вот сразу приехали в воскресенье, и сразу же на следующий день мы должны были улепетнуться в этот гульминт. 200 километров в сторону пустыни. Значит, Гульминт. Да, Гульминт или Гульминт, Гельминт. Так, но здесь на карте нету. А, есть, есть. Да, Гульминт. Гульминт, да. Гульминт, да. Это называется «Ворота в пустыне». Там уже пустынный совершенно климат. Значит, там у нас была сходка день и полночи, почти всю ночь вот с этой гедрой получается. Там и... Что там было? Вот ты приехал туда, что там? Шатёр или что это? Нет, нет, нет. Что там? Это была квартира. Квартира сына этой танцовщицы. И самое прикольное, как я с ней познакомилась. Не я её нашла, она меня нашла. Я такая, мы ждём её там. Ну, ждать это нормально. Позвонили, всё. Я думаю, такая, сейчас подъедет такая гедра такая. На лангкрузере на чёрном. Вот у меня было там же такие, подъезжают все. Я думаю, сейчас крутая такая, выйдет вся вообще. Поскольку она очень известная, она с султаном как бы танцевала, и султан их вывозил за границу без паспортов даже. То есть она настолько известная в этих местах. Ну и что-то нет. Я выхожу на улицу, там какой-то верблюд, я там типа что-то с ним фотографируюсь. И вдруг ко мне какая-то тётка подходит такая. Мадам, мадам, Захара. Я думаю, что денег надо что ли дать? Аж вишни, я вишни уже не разговариваю. Ну, короче, смутилась. Он до меня, это же она. Вот и там все выскочили, что это она. И меня сколько поразило. У нас, значит, были дансы, значит, ты там позанимался полгода или ещё что-то там. Он дал мастер-класс такой. Значит, представьте меня, как я уникальная, единственная в своём роде звезда арабского танца. А тот человек посвятил всю свою жизнь сознательную, убежал из племени в 14 лет, чтобы обучаться этой Гедре. Она выступала на всех площадках, была в Канаде, везде. И вот подходит как лошара просто к тебе. Никакой звёздности вообще нет просто. Это вот как суфизм, как суфи. Он, значит, рубит мясо, он и продаёт днём, а ночью он как бы предаётся своему искусству, так сказать, познаёт жизнь. Вот это вот такое, самая главная штука была, как бы вот это, как озарение, что это простые люди, но вот которые вот это делают. Это было, вот не вмещалось в мою голову, которая привыкшая к звёздному галлидансу. — Слушай, ты приехала туда. — Ага. Так, зависла? — Алё, блин, как это поставить? Вот, ты меня видишь, слышишь? — Я тебя слышу, но сейчас. — Но не вижу, да? — Да, карпинка зависит. — Мне просто мама позвонила. — А, избила. — А, избила, да. А как включить-то обратно? Куда нужно нажать? — Так, если бы я знала, куда... — Давай обратно перезвоним. — Давай обратно перезвоним. — Перезвоним? — Угу. — Угу. — Две минуты мне дашь. Я позвоню маме, чтобы она мне не названивала. — Мне possa Ah — помимо мамы, чтобы она не была. — Угу. — Суний. — Два desire.